Лучше бы они вообще ничего не делали, у нас бы тогда был Боно и Зеленый город. Пожалуйста, пример их деятельности. Вот обрезка деревьев, классическая. Снимите, пожалуйста, как изуродованство. Критически о работе красноярских озеленителей высказывается доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института леса Галина Полякова. За озеленением города она следит больше 15 лет и демонстрирует очередной неудачный пример – тополя в академгородке. Деревья после обрезки попросту высохли, теперь на стволах красная метка о скором сносе. Поэтому новость о том, что городские власти привлекают от населения дополнительные деньги на озеленение в виде облигаций, ничего кроме скепсиса у Галины Геннадьевны не вызывает. Вообще к любым действиям озеленителей наших городских отношусь отрицательно. Но будет больше денег, будет больше простора для вот этих вот акций вредительских. Вот нам нужно обязательно убрать непопулярные тополя или вот клены астролистные и посадить красивые сосны, кедры. А получается, что сосна у нас усыхает. Посмотрите, в городе ведь прямо массовый падеж этих сосен, усыхание. То есть, ну, как благими намерениями дорожка в ад выслана. Но у Красноярской мэрии настрой куда более оптимистичный. Тем более, что есть положительный пример. Зеленые облигации, подобные нашим, уже выпускает правительство Москвы. Правда, там деньги населения тратят на покупку электробусов. Хозяйственная деятельность, электробус едет, пассажир покупает билет и вот прибыль. Такой доход от посаженных деревьев сказать трудно. Скворечники в аренду сдавать никто не будет. Тут авторы проекта отвечают. 18,39% годовых красноярским вкладчикам обеспечат за счет бюджета. Что касается облигаций Москвы, я тоже содействовал этому выпуску. На самом деле, это тоже выплаты, которые гарантировались бюджетом только города Москвы, субъекта Российской Федерации. Вот, и здесь аналогичный механизм будет. То есть, уже эти деревья, не так или иначе, будут высаживаться за счет бюджета. И гарантированную выплату будет тоже за счет бюджета. На деньги от продажи зеленых облигаций городские власти обещают высаживать в основном крупномерные деревья. Причем во всех районах Красноярска. Всего около 5000 стволов. За расходом средств обяжут следить департамент городского хозяйства. Он, к слову, уже следит за расходом других средств. Тех, что заложены на озеленение в бюджете Красноярска на текущий год. Это 100 миллионов рублей. Кстати, ровно такую сумму дополнительно хотят получить и от будущих вкладчиков. Это общий объем эмиссии зеленых облигаций. И встает вопрос о том, а куда будут тратиться эти деньги, которые хотят собрать. Вот такой прекрасный, на мой взгляд, больше пиаровский проект, связанный с зелеными облигациями. Эти 100 миллионов куда пойдут? То есть на озеленение, на озеленение деньги есть. На дополнительное озеленение, так давайте посмотрим, где у нас будет дополнительное озеленение. И самое главное, есть ли у нас технические возможности дополнительно озеленять. На покупку посадочного материала у нас с вами питомник очень огромный, большой. И управление зеленого хозяйства, которое развивает свои посадочные материалы. Но прежде чем тратить деньги на озеленение, их для начала нужно собрать. В этом вопросе администрация Красноярска более чем открыта. Информации предостаточно. Всего городские власти выпустят 100 тысяч облигаций. Номинал 1 тысяча рублей. Купить облигации можно будет только онлайн на платформе «Финуслуги». Максимум 15 тысяч штук. Ставка купона из всех народных облигаций самая выгодная, но не в сравнении с другими финансовыми инструментами. Можно вернуть, скажем, деньги плюс проценты в любой день без потери процентов. Это как бы привлекательно в отношении вкладов. Но если сравнивать сейчас с топовыми вкладами, которые сейчас есть на, скажем, банках, которые там топ-5, топ-6, то это вклады 20 и 21 процент. А здесь по этим облигациям 18-39, да, вот получается доходность. Ну, в принципе, чуть меньше. Вкладывать свои деньги в зеленые облигации или нет, каждый, конечно, решает сам. Благо это для города в итоге или больше пиар-ход – вопрос дискуссионный. Ответы на него мы получим, когда увидим или не увидим результаты вложений. Главное, чтобы не получилось, как здесь, на Матозалке, когда саженцы год назад в землю вложили, но вот проценты уже засохли. Алена Кузнецова, Владимир Антонов, Новости ТВК.